Наказание святого Иеронима. Да, святой Иероним верно выгребал по полной. Ага, наверное, за это он и выгребал. Вот, пожалуйста, его искушения. Хотя святой Антоний, у него были в основном искушения. Но Иероним, похоже, не отставал от него. Музео de Bellas Artes. Простите мой испанский. Мы заходим. Приятное здание, такое старинное, с колоннами. Немножечко напоминает Бреру. Такую мини-бреру в Милане. Советую посмотреть видео про Бреру. Это один из самых крутых музеев, которые мы видели. В первом зале вот такие вот полиптихи. Религиозные 15 века. Вот этот очень здоровский. И что интересно, вот анонимный такой вот триптих практически 1480 года. Удивительные красоты и прорисовки. И вот даже вот такие художники они не были. Здесь практически все анонимное 15 века. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Очень красивая его картина Успения Богородицы. Да, и с детскими лицами такая же проблема, с детскими лицами такая же проблема, они как будто такие немножко опухшие, на портрет Рубенса похожи, вот он тоже с таким носиком, такое впечатление, что все дети рисовали с Рубенса, а он себя любил рисовать, так, кто здесь душит змея? Ага. Один из святых душит змея. Картина того же Хуана Ливальда Селила, тоже Успения Богородицы, но она совсем в другом стиле и вот в таком маленьком формате. Картина 1680 года. Это его же картина Хуана Ливальда Селила, Богородица, Святой Иоанн и Мария по пути на Голгофу. Очень трагические лица. Красивая картина. А здесь фламандский художник. Здесь вообще зал барокко, европейская барокко. И вот Питер Ван Линд. Поклонение пастухов. Его картина 1650 года. Вот видно, что лица прорисованы уже в фламандской манере. Вот я все время вот эти вот плосые губы рубился в скелле. Вот видно, что это уже была другая школа. И младенец нарисован уже более-менее как младенец. Но лица людей вот совсем не нарисованы по-другому. Ух ты, Ян Брейгель. Это же сын Брейгеля. Вот как райский сад выглядит по Яну Брейгелю. Обалдеть! 1620 год. Райский сад. Вау, вот это класс! Мы смотрели много картин Питера Старшего. Это вот его сын Ян Брейгель. И вот так вот райский сад с райскими животными. И вот эта реальность. Электрическая архангеленная какая. Уоу, очень красивая картинка. Субтитры сделал DimaTorzok